Во время телевизионного онлайн-урока все сразу догадались, что трудовик выпивает. Наверное, потому что периодически его камера выключалась. А когда включалась, он нюхал цветок. А сейчас мы хотим представить вашему вниманию еще один онлайн-урок, который по объективным причинам не вошел в телеверсию. Посмотрим. Добрый вечер, шановные учни! В эфире онлайн-школа, где вы получаете знания вместе с вашими любимыми зерками шоу, спорта и политики. Как вы помните, прошлый раз Павло Зібров рассказывал нам о битве под Полтавой, как безусловно свидетельствует тех событий. А сегодня наши гости – это Виталий Кличко. Достаточно счастлив! Достаточно счастлив, я говорю! Ох, уже эти коты! Извините, пожалуйста. Доброго дня, Виталий, будь ласка, сидайте на своем месте. Спасибо. Та его коллега Илля Кива. Я прошу прощения, зачесался. Ой, задержался, извините. Это, кстати, вам. О, дякую, Илля, вы очень любезны. Спасибо, да. Сидайте, пожалуйста. Можно рядом с вами? Нет, нет, Илля. Сидайте поручи, Виталий. Как скажете, конечно, как скажете. И для начала я хотела бы запитать у наших гостей. Хлопцы, скажите, будь ласка, какие спогади залишила вас школа? У меня о школе только приятные воспоминания. Я считаю, что все эти 19 лет учебы были лучшими в моей жизни. Конечно, до тех пор, пока я не встретил вас. Это комплимент вам, да. 19 лет, так, это не мало. А у вас, Виталий? Вы знаете, я помню со школы, что у меня был самый лучший Герберий. У меня в большой книге был лист тополя, лист клена, воробей, ящерица и синечка. Да. Мне даже за этот Герберий детский психолог грамоту вручил. Вот. Ну что ж, чудово, что вы так все помятаете. И сегодня, любые учни, мы запишемо одразу в экспресс-режиме деколька уроков. И начнемо мы с математики. Супер. Отже, Виталій, а ну-ка скажите, яку теорему мы вивчали минулого разу? Яку? Теорему Пифа. И Пафа. Ни, наші гости жартують. А поки Виталій згадує, это была теорема Пифагора. Пифагора, это объективно. У меня нескладное запитание с физики до вас, Илля. А ну-ка, сгадайте, что выгукнул Архимед, когда занурился в ванну? Ну, это очевидно. Он залез в ванну и воскликнул. Ой, как хорошо. Ой, водичка самая то. Просто ай-яй-яй. Ай-яй. Наши гости не припиняють жартувати. Ні, Илля, это невирная ответственность. В смысле неправильная. Да если бы вы со мной занурились в ванну, вы бы тоже так воскликнули. Я вас прошу, а чего вы говорите? Ну, что за поведенка? Дивіться, а то я выключу ваших батьков до школы. Отличная идея. Батьки уйдут в школу, хату освободятся, вы приедете ко мне. Так, Илля, досить. Я прошу прощения. Досить. Мы продолжим. Сьогодні мы с вами вивчиму систему координат. Подивіться, будь ласка, на график. Так. Ось Х. Вот Х. Ось У. Вот У. Віталій, что вы делаете? Перевожу Киеве с украинского. Вы же говорите, ось Х, я говорю, вот Х. Так, я зрозуміла. Математика – это не ваша. Давайте перейдемо до наступного уроку. До уроку географии. Шановні гості, любі учні, зверніть, будь ласка, увагу на ці дві півкулі. Бачите? Чого ви посміхаетесь, Илля? Я просто на ваши півкулі обратил внимание, еще когда только вошел в класс. Я прошу прощения. Илля, я прошу вас, зберіться, будь ласка. Отже, якщо ви уважно подивитесь, то ви побачите, що ці дві півкулі огинають кліматичні пояси. Так? Віталій, подивіться уважно на мапу і скажіть, який пояс огинає північне узбережжя Африки? Пояс. Так, я точно должен это знать. Сейчас я пояс. Интерконтинентальный? Ні. По версии WBO? Ні, Віталій, інший. Тогда я не знаю. Суп тропичный? Буду. А вкусный? Хто вкусный? Ну, суп тропичный. Вкусный ваш? Ага. Ви ж покушать предлагаете? Суп тропичный. Так, веселі, веселі дуже у нас уроки сьогодні. Ну що ж, давайте пойдемо далі. Сьогодні я розповім вам про Ісландию, країну, відому своїми джерелами, які викидають у повітря фонтани гарячої води та пару. І які називаються, Ілля? Я прошу прощения. Що таке? В смысле, Ілля, гей? Это вы меня так называете, потому что я не знаю ответа или что? Я не понимаю. Ілля, будь ласка, заспокойтесь, я мала на увазі на це. Віталій, може ви це скажете? Я это скажу. Ілля, гей. Я давно это подозревал. Я прошу прощения. В смысле? Віталік, сідайте, будь ласка. Правильно, називається гейзер. Гейзер називається правильно. Так, запам'ятайте, будь ласка. Ну що ж, а ми йдемо далі. Відкрите, будь ласка, зошити та запишіть нову тему. Орієнтування на місцевості. Давайте згадаємо, як орієнтуватися у лісі. Ілля, як у вас з орієнтацією? Да все нормально у меня з орієнтацією. Зачем ви эту тему мусируете? Давайте закроем ее уже в конце концов. Извините, телефон. Секунду, секунду. Алло. Отже, в ефірі знов онлайн школа. Hello, listen to me. Як ви здогадалися, у нас урок англійської мови. І зараз ми з нашими гостями повторимо алфавіт. Віталій, ей. Шо? Я кажу Віталій, ей. Шо? Та я кажу ей. А я кажу шо? Та ні, Віталій, ну, перша літера алфавіту. А. Так, а, але англійською ей. Шо? Та ей. Та шо? Так, вибачте, давайте і далі. Ілля, Бі. Што значить Ілля, Бі? Я вам обяснюю, я не гений Бі, я нормальний мужик. Можна закрити эту тему вже? Ілля, ну подивіться, літера Бі. Это В. О, господи боже. Так, добре. Сі, Ді. Сі, Жу, но могу встать. Я вас благаю, давайте зробимо перерву, но я не можу. Ну давайте, дійсно перерву, ну невозможно. Стільки уроків подряд. Давайте просто поговорим. Давай. Нічого. Ну добре, давайте поспілкуємось. Ну хлопці, ну я не знаю. Який був ваш улюблений предмет у школі? У мене був любимий предмет лінійка. Не, я думаю, шо училка имела в виду, шо предмет, в смысле урок. Дякую, Виталий. Не за шо училку. А, урок? Ну тогда физра. І у мене физра. Ми шо однокласники, получається? Об'єктивно. Да. У тебе шо по канату було? Пятерочка. Я взагалі любив підсажувати дівочек. У мене, кстати, із-за цього були пістоянні конфлікти інтересів з физруком. Ілля, я вас благаю, давайте без подробиці. Як скажете. Віталій, ну а ви шо любили у школі? Який предмет? Ну що ж, друзі, ми повертаємось до онлайн-школи. І тільки-но Віталій згадував про диктанти. Отже, у нас урок української мови. І, якщо чесно, то я більше любив української мови. Справді? Да. Нам, коли учительниця читала поэму Тараса Григорьовича Шевченка «Катерина», я запомнил каждое произнесённое слово. Віталій, ну, вибачте, але я сомневаюсь. Очень зря. До сих пор это всё помню. Слушайте. «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Віталік, не крутися. Якщо тобі не цікаво, іди на мочі ганчірку. Здравствуйте, Сергій Борисович. Здравствуй, Віталік. Ти шо, прогуливаєш? Так, какой там прогуливаю? Тряпку послали намочить. Ну, смотри, не кури. Ай, какая горячая. Папара-па-па-па-па. Ух ти, скока птиц. У мене таких в гербарії нет. Папара-па-па-па-па. Тук-тук-тук. Это я тряпку намочил. Кличко, тебе тільки за смертью посылать. Полечили, що достали. Встали сіромахи. Помолились на схід сонця. Пішли понад шляхом. Ось така поема, діти. Видите, все помню. Слово всі. Очманіти можна. Я поддерживаю вас. Ну, що ж, діти. Давайте повернемось до наших уроків. Тим паче, що настав час останнього з них. У нас історія. Ілля, ви орієнтуєтеся в історії? Конечно. А в чому саме? В основному, як очистити історію просмотру. А зачем ви мене об цьому спрашиваєте? Тому що у нас історія України. І зараз, хлопці, у мене до вас таке запитання. Хто заснував Київ? Віталій? А вот і нет. Я Київ не заснував, я їм просто руководю. Віталік, ну, давайте жарти в сторону. Я питаю, хто заснував Київ? Пам'ятаєте, там ще були брати Кий і Єв. Та ні, Віталік, там були брати Кий, Щек, Хорив і їх сестра Ілля. В смысле? Їх сестру теж звали Ілля? Що за намеки? Я не понимаю вас. Та ні, Ілля, їх сестра була Ли... Лисая? Нічого себе совпадення. Та ну при чому тут це? Ну, хлопці, ну ви ж знаєте, Віталік, ну ви точно, давайте. Сестру звали Ли... Ли... Дміла? Ні. Ли... Ли... Ріса? Та ну ви що? Та неужели Ли-Літа? Головці, ну ви жартуєте, ну ви що, ну у нас ще в Києві така станція метро є. Ну, давайте згадаємо Ли... 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 Вобережная? Ох. Та яка Ли-Вобережная? Станція метро Ли-Біцька. А це означає, що сестру звали Ли... Ли-Біцька. Тільки це фамілія, це ж не ім'я, її так звали, в об'єктивності. Нарешті дзвенить дзвоник. Ніколи ще до цього так йому не раділа. Що ж, шановні учні, наші уроки дійшли до кінця. Гарного засвоєння матеріалу вам. І якщо вам подобається наша онлайн-школа, тисніть на колокольчик. Я, кстати, уже тисну і мене подобається. Я прошу прощення. До свидания. Ізвиніть. І так, представте, Віталій Кличко проєктирує нову розв'язку Шулявського моста. І шо тут? Шо це? Шо такое? Віталій Владимирович. Дя, дя. А ви уверені, що розв'язка Шулявського моста дозна виглядеть іменно так? Шо, вам не нравится? Ні, почому? Нравиться, да. А глядя на цю схему, хочеться даже похвалити вас такими словами. Молодец, Віталій. І солнішко нарисував. І облачко. Це не облачко. Це я чихнув. Віталій Владимирович, можеш, начнем все-таки? Давайте начнем, конечно. Шо ми можемо? Давайте. Шо? Я на велике приехав. В чем дело? А не, не, не. Все нормально. Каску наденьте, пожалуйста. Зачем? Ну, так положено. Так надо на стройки. А то мало ли, что, ну, знаете, там, кирпич на голову упадет или шпала там. Это лишнее. Слушайте, мне в детстве и кирпич на голову падал, и шпала. Видите, каким я человеком встал? Шо вы? Ну, по технике безопасности все-таки лучше надеть каску. Хорошо. Где ваша каска? Давайте. Да вот же она, Віталій Владимирович. А, так это не каска. Вы шо? Как? А что это? Это твердая шапка. А, времени нет. Шутить, Виталий Владимирович. Не надо меня торопить. В этом деле нужно быть обстоятельным. Конечно, да. Чтобы не было как со светофорами. Я светофоры поставил, а потом эти же светофоры меня и осуждают. Как это осуждают? А вот так. Я к светофору подхожу, а он мне такой... Вот так. Виталий Владимирович, развязка... Зачем она нужна, ваша развязка? Ну, как зачем? Как зачем? Ну, чтобы избавить город от пробок. Подожди. Чем вам мой вариант избавления города от пробок не нравится? Ну, не можем мы. Не можем отобрать у всех киевлян машины. Ну, вас. Вы даже не пробовали. Я не пойму. Вы хотите построить мост или нет? Я городской голова. И эта голова хочет мост. Прекрасно. Да. А шо такое мост? Кто мне скажет? Если вы не знаете, тогда я шо-то скажу. Смотри. Значит, мост — это буква «П» над дорогой. Вот и все. Это мои личные наблюдения. С этим нельзя спорить. А шо такое буква «П» над дорогой? Как ее добиться? Кто мне скажет? Можно я скажу? Не надо я. Я ж только уже сказал. Буква «П» над дорогой. Ну, из-за таких, как вы, таким, как мне, не так, как всем. Понятно? Так, просто скажите, как будем строить, и все. Кто это сказал? Я. И опять со своим «Я». Я тебе говорю, не может быть мост в виде буквы «Я». Такая разница, в виде какой буквы он будет. Нам подойдет любой мост из железа бетона. О! А вот эти две идеи мне нравятся. Значит, смотри. Первое. Из железа будет прочно. Ну. Из бетона красиво, как туфли. Из бетона. Я так и сказал. Главное, помните. Мне нужен хороший мост. Да помним, мы помним, помним. Можно закончить? Да, пожалуйста. Значит, тогда там. Вам, кстати, никто не мешает? Почти никто. Отлично. Это хорошо. Главное, помните, что мосты нужно строить высокими. Мосты должны быть высокими. Хорошо. Высокий мост. Да. С дурацкими советами к вам никто не лезет? Как вам сказать? Отлично. Главное, чтобы вас никто не отвлекал. Пойдемте чаю попьем. Да какой чай, Виталий Владимирович? Ну, я спрошу. Ну, не отвлекайтесь. Ну, соберитесь. Вы сами виноваты. Меня отвлекает вот этот человек. Я вас спросил. Журналистов с камерами на совещание не пускать. Это Марк Шейдер. Даже евреев. Какая разница. Ладно. Ну, перед журналистами без твердой шапки ходить как-то ни канифолька нет. Да, ладно. Снимаешь? Молодец. Шулявской развязки бы. Молодец. Все. Спасибо. Что там с вашей схемой, скажите мне? Вот, смотрите. Вот наш вариант схемы. Вот, вот, все же прекрасно, да? Значит, смотрите. Прокладываем путепровод через киевский зоопарк. Тем самым мы, так сказать, убиваем двух зайцев. Подождите. Как нам вот в построении развязки поможет смерть двух пушистых зверушек? Интересно просто. Я не это имел в виду, но ладно, хорошо. Значит, смотрите. Строим мост в другом месте. Вот здесь. Ну. Но для этого нам надо снести здание, помеченное крестом. Не, не, я на это пойти не могу. Я уже один раз пытался снести здание, помеченное крестом. Потом были проблемы с батюшкой. Я не хочу. Господи, прости. Вот он мне так же и сказал, кстати. Виталий Владимирович, родненький, я вас очень прошу, давайте утвердим эту схему. Ну, все ж понятно. Ничего не понятно. Непонятно, куда ехать. А, ну, просто на схеме нет указательных знаков, вы не понимаете? Указатели нужно убрать. Да чем вам указатели-то не угодили? Потому что мы живем в демократической стране. Я не позволю, чтобы людям, кому-то кто-то указывал, куда им ехать и что им делать. Понятно? Я согласен, я про дорожные знаки. Я про дорожные знаки ваши тупые, понятно? Господи, это почему? Потому что, смотрите, мало того, что на этом знаке заставляют людей подниматься спиной вверх, так вот тут заставляют людей спускаться спиной вниз. Есть знаки, которые вообще, чтобы разгадать, нужно быть профессором математики. Господи, да какие это? Посмотрите, я вам говорю, посмотрите. Почему здесь мужчина с ребенком числитель? А велосипед это знаменатель. Объясните мне просто. Вы нормальный вовсе. Не, я нормальный. Есть, кстати, нормальные знаки. Нормальные. Вот, например, вот такие. Ну вот, что тут. Но нарисован он неправильно. Вот так надо. Вот так. Вот. И что он обозначает? Он обозначает, что на трубу, из которой идет дым, машине заезжать нельзя. Все. Я, если честно, не люблю, чтобы мне кто-то указывал, поэтому всегда иду против системы. Поэтому, когда вижу вот этот знак, специально за рулем играю на трубе. Вот и все. Да. Есть знаки, кстати, которые унижают человеческое достоинство. Господи, это еще какие. А вот посмотрите. Вот вы мне сказали, зачем? Зачем мужчине нарисовали такой нос? Марк Шейдер это дядя твой, что ли? Виталий Владимирович. Ну нельзя же совсем без дорожных знаков. Хорошо, у меня есть условия. Есть условия. Какое? Значит, перед развязкой поставьте вот этот знак, чтобы все знали, что ее построил я. И при чем тут вы? Вы что, не видите? Это же боксер, вид сверху. Что? Да пойдемте еще и попьем все. Давайте утвердим хоть какую-нибудь схему. Я тебя прошу. В эфире программа «Самый умный». И сегодня у нас матч-реванш. С нами играют мэр Киева Виталий Кличко. Здрасте. Здравствуйте, Виталий Владимирович. И Виктор Янукович. Да пусть поиграет, ну. Хватит. Отыграла ваша музыка. Добрый вечер. Поддержите. Многих узнаю. Итак, матч-реванш. Подождите. Если матч-реванш, то кто проиграл в прошлый раз? Оба. Слушайте, ну не выдумайте. Я смотрел интеллектуальное шоу, такого не бывает. Мы тоже так думали. Итак, матч-реванш. Вы готовы побороться? Не, я не готов бороться. Почему? Потому что я боксер, а не борец. Понятно. Итак, начнем. Виктор Федорович. Да, я Виктор Федорович. 1-0. Подождите. Подождите. Тема нашей сегодняшней игры – история. Тогда я начну. Значит, была такая история. Пошли мы как-то на карьер покупаться. Значит, взяли мяска хорошего, пару баклажек. Так, остановитесь. Перестаньте. Имеется в виду история Древней Греции. Итак, внимание на экран. Выбирайте категорию. Итак, ваши категории. Метафизика Аристотеля, Мировоззрение Геродота, Трактаты Демокрита. Прошу вас. А вы уверены, что это категории, а не скороговорки? Да, это категории. Да? Да. Виталий, может, тогда вы... Шо? Ну, поможете мне немножко. Шо сделать? Виталий, помогите выбрать категорию. Метафизика Аристотеля, Мировоззрение Геродота, Трактаты Демокрита. Йоханны Бабай. Не-не-не. Виталий, нет такой категории. Если б она была, я сам бы выбрал. Давайте что-то попроще. Давайте. Понятные категории. Внимание на экран. Виталий, ваши категории. Древнегреческие математики, древнегреческие герои, мифы Древней Греции. Я извиняюсь, у вас там опечатка. Где? В названии. Правильно писать не мифы, а мафы. Мафы Древней Греции. Я в этой теме разбираюсь. То есть вы выбираете эту категорию? Не, я выбираю древнегреческие математики. Отлично. Итак, ваш первый вопрос. Внимание. Что, по легенде, крикнул Архимед, когда залез в ванну? Так, давайте рассуждать логически. Так. Кто такой Архимед? Даю подсказку. Он придумал число пи. Итак, что он крикнул? Ну, тогда, судя по всему, он крикнул число пи. И добавил, какая горячая. Нет. А, тогда пойдем другим путем. Что может кричать человек в ванной? Горячо. Холодно. А, где тут бульбашки включаются? Дорогая, это не я. Так, перестаньте. Он крикнул, Эврика. Ну, это же любой школьник знает. Ну, что вы. Так, давайте продолжим. Виктор Федорович. Да. Кем был Александр Македонский? Так, Александр Македонский. Вася Хмельницкий. Саня Криво-Рожский. А, он был король. Ну, странно, но это правильный ответ. Так, и если мне не изменяет память, по-моему, его в Янакиеве коронавалии. Ну, вам виднее. Точно. Следующий вопрос. Кем был Гераклит Понтийский? Так, чтоб я не понял. Вы меня про Грецию спрашиваете? Или решили по криминальному миру погонять? Так, не отвлекайтесь. Давайте продолжим. Категория «Троянская война». Шо? Ну, вы смотрели фильм «Трое» с Брэдом Питтом? Не, я смотрел его с женой и братом. Замечательно. Так вот, в фильме «Трое». Да, нас было трое. Я, жена и брат. Брэда Пита не было. Если был бы Брэд Питт, было бы четверо. А если бы еще Джоли подскочил... Ну, хватит. Виталия, ну, стоп. Вопрос очень простой. Внимание. Кем был для Ахиллеса Патрокол? Так. Ну, давайте рассуждать. Да шо тут рассуждать? Патрокол, скорее всего, был врач. Уролог. Почему уролог? Ну как, ну он же Патрокол? Тогда может быть Практолом. Не-не-не, Виталий. А если бы он был Практолох, он бы был в Ставлякал и Масажикову. Перестаньте нести эту ерунду. Внимание на экран. У нас фотовопрос. Кто? Фотовопрос. Это древнегреческий философ. Давайте. Какое событие изображено на этой фреске? Боже, срамота какая, а? Так, давайте рассуждать. Почему они голые? Значит, объясняю тебе по-древнегречески. Значит, скорее всего, эти трое побывали у Патрокола. Он их Патрокол. И, судя по фреске, возбудиков. Ну, хорошо, а почему тогда они за ним бегут? Ну, как? Чтоб его догнать и наказать? Интересная логика. Но давайте вернемся к Ахиллесу, я вас прошу. Давайте. Итак, внимание, вопрос. Так. Назовите слабое место Ахиллеса. Ну, Ахиллес же был мужчиной. Да. Ну, все прекрасно знают слабое место мужчин. Мы не поняли. Назовите эту часть тела. Я не могу назвать эту часть тела, но в зале он женщины, дети. Извините, пожалуйста. Хорошо. Даю подсказку. Когда враг попал стрелой Ахиллесу в это место, тот умер. Ну, понятно, тут бы любой мужик умер. Ладно, еще одна подсказка. Мать Ахиллеса держала его за это место, когда его купала. Ох, и семейка, я вам скажу. Последняя подсказка. У ответа первая буква П, а последняя А. Вот это поворот. Вы не путайте. Стоп. Подождите, а Ахиллес точно был мужчиной, а не женщиной? Точно. А, но если в ответе речь идет, что после попадания стрелы. Ну, можно так сказать. Да, можно сравнить с тем, что вы сказали. Так, перестаньте. Ответ был пят-та. Ох, я чуть было не сказал попа. Виталя, я сказал попа. Господи, боже мой. Так, давайте так. Блиц-опрос. Давайте. Отвечайте односложно. Хорошо? Да. Итак, Виктор Федорович. Да. Перенейский полу. Дурок. Очень приятно, Виталик. Следующий вопрос. Виталик, где находятся салоники? В Африке. Почему в Африке? Салоники. Ну, правильно. Детеныши слонов – салоники. Они живут в Африке. Виктор Федорович, кто такой Одиссей? Ну, Мишка. Какой Мишка? Ну, это ж песня такая. Ну, все ее знают. Ты Одиссей, Мишка. А это значит... Что значит? Значит, задавайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Чем известен Платон? Он построил мост в Киеве. Какой мост? Мост Платона. Я мэр, я знаю. Не задавайте ему вопрос про Киев. Он же все знает. Продолжаем. Что происходило с людьми, когда они видели медузу-горгону? А кто это? Страшная женщина со змеями вместо волос. Даю подсказку. Они О-ХМ-ХМ-Е-ВА-ЛИ. Хорошая подсказка. Не, но у меня что-то вертится в голове. Не, у меня тоже, конечно, есть вариант. Но меня смущает то, что они О-ХМ-ХМ-Е-ВА-ЛИ. Ну да, мне тоже кажется, что одно ХМ-ЛИ-ШНЕ. Вы идиоты, что ли? Они окаменевали. А, то есть они не были в шоке, как я подумал, да? Так, я смотрю, с Грецией что-то у нас не очень складывается. Давайте попробуем вопросы из общих знаний. Давайте, да, мы готовы. Итак, продолжите фразу Ницше. Все, что нас не убивает, делает нас... Инвалидом. Правильный ответ. Сильнее. Конечно. То есть ты хочешь сказать, если я сейчас тебе руку сломаю, ты станешь сильнее? Ну, нет, конечно. Вот и Ницше своему передай, а то ему руку сломай. Клоуна нашли. Извините, конечно, но вы никак не можете сломать руку Ницше. Что вы? А если я буду вдвоем с Виталией? Давайте лучше следующий вопрос. Виталий, самое опасное средство передвижения? Велосипед. Почему велосипед? Потому что я на нем чуть руку не сломал. Ницше? Не, себе. И не ницше, а чуть выдше. Вот тут, возле головы дше. Так, прекратите. Господи. Так, я понял. Специально для вас вопрос с крестиком. Это как? Повышенные простоты. Ага. Кто был первым космонавтом? Я точно помню, это была собака. Да, белка. Почему белка? Не белка, собака, я точно помню. Собаку звали Белка. Почему ее звали Белка? А это потому, что она белая была. Кто? Белка. Он идиот. Белки рыжие. Я повторяю вопрос. Кто был первым космонавтом Украины? Белка. Я имею в виду годы независимой Украины. А, тогда Билка. Билка. Да. Так, я понял. Давайте так, чтобы вам было легче, я буду задавать вопросы, в которых уже есть ответы. Давайте. Хорошо. Виталий. Да. Кто написал марш Мендельсона? Мендельсон. Правильно. Кто придумал Нобелевскую премию? Нобелевскую премию. Правильно. Стоп, я прохавал фишку, и мне задавайте. Давайте. Кто придумал турецкий марш? Турок. Кто написал божественную комедию? Бог. Кто открыл бином Ньютона? Бином. Бином. Да. Вы что, полные идиоты, что ли? Нет. Так, давайте что-то попроще. Меняем тему. Значит так, смотрите. Закончите известные пословицы. Итак, Виталя. Волка ноги? Держат. Неправильно. Виктор Федорович, с волками жить поболчи? Я не пробовал. По собачьи пробовал, а по волчи нет. Так, перестаньте. Так, все, мне это надоело. Финальный раунд. Давайте. Победитель которого и станет победителем всей игры. Итак, цитата великих. Сократ сказал, я знаю, что я ничего. У меня досрочный ответ. Я знаю, что я ничего. Только это не Сократ сказал, а я. Это неправильный ответ. А какой правильный? Не знаю, правильный ответ. То есть ты не знаешь, а меня спрашиваешь? Нет, подождите. Послушай ты, Конь Троянский. Ты чистый дегенерадор. Перенейский ты полудура. Я с тебя окаменелаю. Я, конечно, не потрогал, но я... Квартал минус на пять. На заседании Верховной Рады депутата Илью Кива, скажем так, подловили за непристойным занятием. Назовем это кнопкодавством. Так вот, делал это он все во время телефонного разговора с абонентом королева красоты Одессы Юлия. Мы хотим показать это видео, но понимаем, что многим зрителям не понравятся некоторые жесткие моменты. Поэтому именно эти моменты мы слегка размыли. Размыли нужные моменты, судя по всему. На самом деле Илья Кива рискует быть привлечен к уголовной ответственности, ведь будучи народным депутатом, он оказывает давление на органы. К сожалению, Верховная Рада это не то место, где наши депутаты могут блеснуть своим интеллектуальным уровнем. Но для этого есть вечерний квартал. Итак, встречайте, интеллектуальное шоу «Самый умный». Смотрим. Добрый вечер, друзья. Звучит знакомая музыка. Это значит, что в эфире программа «Самый умный». И наш первый участник. Мэр Киева. Магистр интеллектуального клуба «Что, где, в смысле, как, а?» Бессменный чемпион нашей программы, обладатель хрустального мозга, а это сегодня наш главный приз, Виталий Кличко! Ваши аплодисменты! Здрасте. Виталий! А-а-а! А что это у вас в пакете? Это хрустальный мозг. Вы что, разбили кубок, что ли? Да, мы с Володькой прыгали по нему. Зачем? Мы все стеклянное, так на прочность проверяем, шо? Ну, а теперь встречайте сегодняшнего соперника Виталия, депутат Верховной Рады Илья Киева. Ваши аплодисменты! Да. Здорово! Виделись. Вернее, видели. Что ж, а прежде чем мы начнем, буквально пару вопросов. Да-да. Виталий, кто пришел поддержать сегодня вас? Значит, сегодня меня поддерживает моя правая рука заммэра Николая Сидорчук. Угу. Илья, а вас? Меня, допустим, поддерживает моя правая рука моя правая рука. Понятно. Что ж, напомню нашим зрителям и участникам правила игры. Да. В случае, если вы не знаете правильный ответ, вы можете воспользоваться подсказкой «Звонок другу». А можно, допустим, подруге? Можно и подруге. А можно ей, допустим, не звонить, а просто фоточку отослать? Ну, если это вам поможет, то можно, конечно. Ну, фотографируйте уже. Уже. Ну, могу с другого ракурса. Ну, отсылайте, что ли. Сейчас, секунду, подождите. Так. Юля. Конкурс красоты Одесса. Отправил. Замечательно. Что ж, можем начинать? Да, конечно. Итак, начинаем наш первый тур. Давайте. Блиц-опрос. Да. А, Виталий, по жребию начинайте вы. Да. Итак, внимание. Время. Да. Время, значит, время. Что такое время? Время. У меня украли часы недавно, поэтому я не могу знать, сколько время. А может быть, украли давно часы, потому что у меня нет часов, поэтому я не знаю, сколько время. Так, стоп, время. Виталик, еще раз. Это блиц. Блиц, понимаете? Ну. У вас будут максимально простые вопросы, поэтому сосредоточьтесь. Хорошо. И давайте начнем. Давайте. Готовы? Да. Поехали. Вид спорта, в котором вы стали чемпионом? Бокс. Правильно. Коробка по-английски? Бокс. Верно. Мужская прическа полу? Бокс. Да. Порода собак? Бокс. Бокс – это только часть слова? Бокстерьер? Нет. Бокс-чарка? Нет. Бокс-матинец? Тоже нет. Бокс-хуахуа? Виталик, ну подумайте. А! Это же кокер-спани-бокс. Точно. Да нет же, Виталий. Так. Подскажи, стоишь. Да другой рукой подскажи, что ты делаешь. Шо? Давайте я вам подскажу, Виталий. Ну. Итак, смотрите. Так. Порода собаки – бокс-йо. Ё-моё, вы же говорили, простые вопросы будут. Ты сосредоточьтесь. Но. Осталась одна буква. Одна буква, да. Так. Итак, бокс-йо… -ж. Бокс-йож. Какой бокс-йож? Одна буква, бокс-йож. Как делает мотоцикл? Ррррр. А теперь все вместе. Бокс-йо… Рррр. Правильно, боксер. Фух. Винни-фух. Остановитесь уже. Отдыхайте. Все, отлично. Илья, теперь ваша очередь. Вы готовы пройти Блиц-опрос? Конечно. Ничего себе. А Блиц-опрос готов пройти меня? Сейчас мы это узнаем. Давайте. Итак, начинаем Блиц. На Пасху красят. Яйца. Правильно. Кукушка подбрасывает чужие гнезда. Яйца. Верно. Карманная игра. Волк ловит. Послушайте, а у вас есть вопросы на другую тему? Давайте попробуем. Давайте. Полевые цветы синего цвета. Колокольчики. Верно. На колпаке орликина висят. Бубенцы. Правильно. Знаменитого дизайнера Шанель звали. Коко. В точку. Когда люди гуляют без цели, они. Болтаются. Блестящее. Наружный покров рыбы. Чешу я. Там все видят, что чешешь ты. Ответ какой? Я ж говорю, чешу я. Это правильный ответ, Виталий. Продолжим. С каким звуком движется поезд? Чух-чух-чух. Правильно. Что правильно? Я еще не ответил. Дайте подумать. Чух-чух-чух. А, поезд движется со звуком т-дых-т-дых. Т-дых-т-дых. Какой т-дых-т-дых? Так, Илья, не морочите мне. Я ж просил не задавать вопросы на эту тему. Так, все. Прозвучал гонг. Это значит, что мы переходим во второй тур. Так. Внимание на экран, уважаемые участники. Что там? Выбирайте категорию. И значит, у нас есть такие категории. Чешские писатели. Это какие? Наверное, которые пишут и чешут. Тогда не подходит. Хорошо. Давайте тогда другую возьмем. Вон, праздники июля. А можно уточнить? Да. Просто праздники июля или праздники июля конкурс красоты Одесса? Просто праздники июля. Тогда не подходит. Давайте что-нибудь другое. Виталий, какая вам нравится категория? Мне нравится категория города. Отлично. Итак, уважаемые участники, играем в города. Да. Виталий? Да. Вы начинаете. Я, наверное, никого не удивлю. Я же все-таки мэр столицы. Поэтому, конечно же, я скажу Сан-Франциско. Илья, вам на О. О. О-Т-А-ВА. Ты проиграл. Нет такого города. Почему, Виталий? Есть такой город? ОТ-ТА-ВА. Все правильно. Да? Вы что, серьезно? Да. Да это набор букв. ОТ-ТА-ВА. Что это такое? Я тоже так могу. Смотрите. Ан-Та-На-На-Ри-Ву. Ан-Та-На-На-Ри-Ву. Есть такой город, Виталий? Да ладно. Ничего себе. Ну тогда тебе на У. У. У-Рюпинск. Виталий, вам на К. Да я буду продолжать выдумывать. Ку-Ри-Ти-Ба. Ку-Ри-Ти-Ба. Верно. Это город в Бразилии. Ку-Ри-Ти-Ба. И этот балл уходит в Италию. Какую Италию? Он мне должен идти, раз я его угадаю. Объективно. Вам. Вам. Вам уходит балл, Виталий. Хорошо. Илья, играем дальше? Играем, да. Да я это вижу. Категорию выбирать будете? А, вы об этом. Ну, я тогда выбираю категорию сказочные персонажи. Прекрасно. Сказочные персонажи. Итак, внимание. Улыбчивый персонаж из книги «Алиса в стране чудес». Да. Даю подсказку. Это Чеширский, а далее слово из трех букв. Ха. Из трех букв? Да. Ну тогда это Чеширский. Первая буква К. Тогда я затрудняюсь ответить. Виталий, может вы попробуете? Я попробую, конечно. Значит, Чеширский. Три буквы. Первая буква К. Кий. Нет. Кит. Нет. Кол. Нет. Ком. Нет. Кот. Да. Кум. Нет. Кис. Нет. Коп. Стоп. Вы уже дали правильный ответ. Как? Так. Кий. Хватит. Кит. Да остановитесь вы уже, господи. Прозвучал гон. Второй тур заканчивается. Счет по-прежнему ничейный. И мы переходим к финальному раунду. Хорошо. В котором вам, уважаемые участники, придется угадать фильм по постеру. Хорошо, давай. Внимание на экран. Мы готовы. Включите первый постер. А-а-а-а! Что такое? Какое страшное лицо! Какая страшная рука! Уберите это, пожалуйста. Давайте следующий. Следующий постер. Вот, пожалуйста. Так, я же просил не давать вопросы на эту тему. Так, так, так. Стоп. Да, да. Извините. Уберите этот тоже постер. Так. Давайте. Давайте следующий. Но это будет последний. Давайте. Вот, пожалуйста. Очень просто. Итак. Так. Давайте рассуждать логически. Что мы видим? Значит, лодка. Так. И два каких-то человека. Угу. По-моему, ответ очевиден. Это фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Объективно. Ну, какое «Трое в лодке»? Там два человека. Ну? А третий где? Собаку выгуливает. Откуда я знаю? Да. Неправильно. Думайте дальше. Подождите. Думаю. Господин ведущий. Секунду. Слышишь? Вот этот кораблик, вот он похож на «Титаник». Слышишь? Не сбивай меня. Я тебе еще раз говорю. Мы не кораблик угадываем. Мы угадываем кино. Давайте я дам вам подсказку. Давайте. Да. Я открою для вас несколько букв. Пожалуйста, откройте буквы. Вот, пожалуйста. Подождите. Я не могу сказать, что вы прям открыли для меня эти буквы. Я их и раньше знал. Причем все три. Я, кажется, понял. Давайте. Господин ведущий. А вода там холодная? Да. И они в ней, допустим, плавали? Совершенно верно. И это фильм? И этот фильм «Атид». У меня такая штука была. Нет, не «Атид». Еще варианты. Так, надо думать. Секунду. Ну, думайте. А, я вспомнил. У меня такая обложка была на тетрадке. Вот, 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 вот. Итак, ваш ответ? Тит-радка. Нет, это не тетрадка. Думайте дальше. Хорошо. Фильм для детей? Нет. Фильм для взрослых. Для взрослых? Может, титюли? Какие титюли? Вы что, издеваетесь, что ли? Смотрите, там двое плыли на лодке, на этом корабле. Да. А корабль утонул. Ясен пень. Они бы еще меньше кораблик выбрали. Слышишь? Да ну в своем уме. Что? Это же фильм «Ти-та». Это ми-ми-мино, придурок. Какое ми-мино? Это титани. Звучат знакомые позывные. Это значит, что у нас в эфире программа «Дог-шоу». Программа, в которой любители собак соревнуются друг с другом вместе со своими питомцами. И я с удовольствием хочу представить вам наших участников. Участник под номером один. Это спикер Верховной Рады Андрей Владимирович Порубий со своим питомцем. Встречайте. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Рядом. Это ваш пес? Так. Кавказец. А. Да, я понял. Так, рядом. Рядом. Сидеть. Стоять. Махать. Молодец. Какой умный пес. А можно я попробую сидеть? Сидеть, махать. Что-то не получается. Вы знаете, мой пес и слушает, и понимает только меня. А, извините. Да, я понял. Добрый вечер. Покажу. Давай. Пас. 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 Не пас, а пас. Пас. Я понял, да. Молодец. Так. Садь. Не садь, а садь, садь. В смысле, ласка закрой. Молодец. Теперь садь, садь. Бачите? Сидеть, сидеть. Потрясающе. Наш второй участник, мэр Киева, Виталий Кличко. Со своим питомцем. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Гуляй. Здрасте. Вы что, пришли с игрушечной собакой? Вы же сказали, прийти с домашним любимцем. Это моя любимая собака. А, да. Я понял, да. Все нормально. Это у вас мальчик или девочка? Какой мальчик-девочка? Я же сказал, собака. А, ну да, конечно. Извините. Как же зовут вашего пса? Кот. Вы назвали собаку кот? Хотел на день рождения кота. Подарили собаку. Что непонятного? А, не-не, все понятно. Непонятно, что за порода. Дайте-ка я догадаюсь. Это, может быть, кокер-спаниель? Судя по всему, без кокер-спаниель. Хотя раньше у него были балабончики. Как это были? Это же детская игрушка. Ну и шо? Были. Я отрезал от Володькиной шапки балабончики и пришил их ему. А куда же они делись? Пришлось вернуть. Володя обиделся. Сказал, что если я не верну балабончики, он отрежет мои и пришьет себе на шапку. Понятно. Ну, даже не знаю. Понимаете, Виталий Владимирович, к нам приходят с дрессированными собаками на шоу. Мой кот очень даже дрессированный. Смотрите. Лежать. Молчать. Спать. Летать. Падать. Все четко. Потрясающе. Андрей Владимирович, давайте вернемся к вашему Кавказцу. Это не совсем Кавказец. Вин. У меня помесь Кавказца с большой. Что с большой? С большой собакой? Не с большой, а с большой. С больной собакой. Смотрите, какой он у вас борзый. Я говорю, борзый, борзый с большой. А, вот, с борзой, помесь с борзой. Так, помесь Кавказца с борзой. Понятно, начинаем разбираться. Добрый. А как зовут? Его звати Бусик. Тузик? Бусик. Бузик. Бусик. Может быть, Мурзик? Ну, просто после Виталия Новокота я бы не удивился, конечно. Могу пса звати Бусик. Буся. Ну, Б. Парабан. Буся. Буся. Это девочка у вас. Понятно. Ой, смотрите, по-моему, она хочет пить. Ты что, идиот? Она хочет дышать, сразу видно. Ну что ж, участники на сцене. А мы начинаем первый тур. И первый тур называется «Знакомство». Виталя. Виталя, с вами мы уже знакомы. Да. А просто расскажите о вашем питомце. У меня один вопрос. А какой главный приз вашего шоу? О, а главный приз – это большой мешок собачьего корма. Это хорошо. А собачке что достанется? Виталий Владимирович, расскажите, как у вас появился ваш питомец? Да, я взял его из собачьего приюта. Ух ты. А, из какого? Из Ашана. Да, и вот уже 30 лет мы живем душа в душу. 30 лет. Да. Но собаки столько не живут. Серьезно? Секунду. Слышь, кот, ты должен умереть. Не-не-не, прямо сейчас. Ты и так долго тянул. Я договорился. Спасибо, Виталий Владимирович. Андрей Владимирович, расскажите о вашем питомце. Промогу. Он очень игривый пас. Правда? Он очень любит воду. Да. Он очень любит купаться. Вы знаете, он может ссыкануть прямо с мостика. Что происходит? Нет, но с мостика я тоже люблю. Нет, нет, вы не разумели. Я говорю, он такой веселый, может ссыкануть прямо в речку. В речку тоже могу, да. Вы нас разумели. Я говорю, может ссыкануть. Ну, в смысле, прыгнуть прямо в речку. Ссыкануть в речку. Господи, понятно. Ну, действительно, почему бы этого не сделать на прогулке. Виталий, а вы гуляете со своим котом? Да, мы гуляем, но мы не водоплавающие. Вы же знаете, коты купаться не любят. Ну да, конечно. А мы просто гуляем по парку с пакетом. С каким пакетом? Вы что, издевайтесь? Я настоящий европеец. Я всегда собираю какашки. У вас плюшевая собака. И что? Виталий Владимирович, скажите честно, у вас когда-нибудь была настоящая собака? Конечно, была. Боксер. О, хорошая порода. Не, порода шотландские веслоухи. Я просто его на бокс отдал. Ох, конечно, досталось ему один раз в ринге. Я его потом к ветеринару привел. А ветеринар говорит, знаете, чтобы он долго не мучился, его надо усыпить. И что? Три месяца пел колыбельные ходьбы хны. А ветеринара надо слушать. Мы тоже с Бусей ходили до ветеринара. Правда? Вы знаете, да, на прошлой неделе мы ходили до Хьюи. Кто? Ходили до Хьюи. Она говорит, ходили очень много. Что вы смотрите? Не, не. Я говорю, брат, Хьюй. Он вылезал в Бусе клеща. Вылезал клеща? Виталий, не вылезал, а вылезал. Я понял. Вернемся к нашей программе. Андрей Владимирович, расскажите, что умеет ваша собака? Мой пес дуже розумный. Мой пес Бусечка запросто рахует числа. Да вы что, а можете продемонстрировать? Будь ласка. Буся, скільки буде? Один плюс два. Аф, аф, аф. Будь ласка. Усложняем. Буся. Скільки буде? Два плюс два. Аф, 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 аф. Так, подождите, стойте. Разве два плюс два не аф, аф, аф? Не, 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 Виталий, мы все наши змагания с Бусечкой закинчивали золотом. И только одного разу с еблом. С чем? С еблом, с еблом. С недовольным лицом. Она понятна, люди золота не взяли, шо ты. Да, конечно, я как-то не догадался. Ну что ж, знакомство состоялось. Переходим к следующему туру. Доброе. Собачья викторина. О, кот, ты слышал? Собачья викторина, соберись. Виталий. А? Вы что, разговариваете с плюшевой собакой? А шо тут такого? Просто интересно. Она раньше даже мне отвечала. Правда? Да, говорила, я тебя люблю. Поиграй со мной, погладь меня. А потом разучилась говорить. А после чего разучилась? После того, как научилась плавать. Сначала говорила медленно. Я тебя люблю. Потом стала не договаривать. А потом просто сказала я. И замолчала навек. Прекрасно. Итак, первое задание нашей викторины. Да. По жребию, Виталик, начинаете вы. Супер. У нас фото вопрос. Да, да. Внимание на экран. Угадайте, кобель это или сука? Ух ты. У вас можно говорить слово сука. Конечно, это же дог-шоу. Тогда это сука. Неправильно это кобель. Следующий вопрос. Самая дорогая в мире собака? Может, тут сука? Нет, это тибетский мастиф. Слушайте, зачем тогда у вас разрешено говорить слово сука, если оно никуда не подходит? Так, Виталик, соберитесь. Продолжим. Чтобы проверить самочувствие собаки, нужно потрогать... Пульс. Нет. Нет, даю подсказку. Слово из трех букв. Да ладно. Что, так взять и потрогать? Да, взять и потрогать. Собака на это нормально реагирует. Не, ну я тоже на это нормально реагирую. А, надо потрогать нос. А, нос. Нос, Виталик. Да понял, все. Следующий вопрос. Напоминаю. А все вопросы сегодня о собаках. Да, да. Андрей Владимирович. Я готовый. Известное произведение Ивана Тургенева. Ну-ну. Да, да, Андрей Владимирович, говорите. Ну, я скажу ну-ну. Не пойму, у вас есть вариант ответа? Я скажу ну-ну. Ну, говорите. Я скажу ну-ну. Ну, херашим на лодке. Куда вы плывете на лодке? Я скажу херашим на лодке. Понятно, что вы очень быстро плывете на лодке. Виталик. Я скажу херашим не мы. Понятно, что вы херасите как не мы. Зачем вы вспомнили вашу рыбалку? Он вас просит книгу назвать. Пане ведущие. Я скажу херашим не мы. Ну-ну. Господи, я понял. Герасим не мой. А ну-ну, это му-му. Это абсолютно верный ответ. Ну, я сказал, я сказал, я сказал. Понятно, что ты казах. Причем здесь это? Давайте дальше. Продолжим. Что линяет у собаки? Шесть. Пять. Что пять? Он сказал шесть. А я угадаю это слово с пяти нот. Виталик, это не та игра. Шеды, шеды. Соберитесь. Следующий вопрос. Какие собаки первыми полетели в космос? Состоятельные. Что? Что такое? Космос удовольствия не из дешевых. Нет. Белка и стрелка. Причем тут белка? Вы же сказали вопросы про собак. Следующий этап. Блиц. Андрей Владимирович. Я готовый. Я задаю вопрос, вы быстро отвечаете. Готовы? Да. Итак, начали. Днем собака бегает резвиться, а ночью она? Шпиц. Верно. Порода собаки карликовой? Шпиц. Правильно. Чтобы сделать собаке прививку, ветеринар использует? Шпиц. Верно. Подождите. Стоять. Это не честно. Давайте и мне шпиц. Блиц. И его тоже давай. Давайте, Виталий. Да. Собака, которая спасает людей? Собака Малибу. Допустим. Овчарка, которая работала в полиции. Комиссар? Катани. Неправильно. Рекс. Известная собака названа в честь композитора. Крутой. Неправильно. Бетховен. С кем работают кинологи? С режиссологами и оператологами. Идем дальше. Как называют собаку, которая живет на улице? Бедняжка. Собаки лают караван? Магазин. Но есть такое просто. Собаку, которую можно засунуть в карман, называют? Брелок. Как называется драма? Белый бим, черная? Бом. Неправильно. Шерлок Холмс и собака баскетбол. Баскетбол. Какой баскетбол? Собака Баскервилли. Извините, Виталий, но, по-моему, ваша мысль пошла немного не туда. Серьезно? Вы думаете, что в моей голове она может много куда пойти? Я понял. Я понял. Вам надо что-то попроще. Давайте что-нибудь... А, вот, смотрите. Специально для вас. Да. Виталий, как называется детеныш собаки? Собачонок. Нет, подумайте. Виталий, давай я тебе подкажу. Сусыня. Слушаю тебя, говори. Ну, я тебе кажу, сусыня. Слушаю тебя, говори. Ну, сусык. Суслик. Сыня. Свиня. Доброе. Это я скажу российскую мовую. Сынок. Хорошо. Допустим, сынок. А если это девочка? Какой сынок? Какая девочка? Так, я понял. Надо что-то совсем простое. А, вот. Виталий, сколько лап у собаки? Можете даже подсматривать. Мне не нужны ваши подачки. У меня досрочный ответ. Семь. Это точно? Плюс-минус. Это неправильный ответ. Следующее задание. Закончите фразу. Держи хвост. В руке. Нет, пистолетом. Собака злится дыбом. Пистолет. Нет, шерсть. Человек собаки. Шерсть. Нет, друг. Он кобель, а она... Друг. Нет, сука. Правильно. Вот оно где было. Виталик, вы выигрываете Блиц. Летать. Что ж, переходим к финальному испытанию. В одной из этих коробок находится оружие. Ваш питомец должен определить в какой. Мы с Бусечкой запросто боремся с этим завданьям, потому что мы были двенадцать разим чемпионами краин. Извините, сколько раз? Двенадцать. 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 Пятнадцать. Двенадцать. Семнадцать. Двенадцать. Восемнадцать. Двенадцать. Девятнадцать. Двенадцать. 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 Ось. Бусечки шатурные. Фу, фу, фу. Хорош. Ты нам Аваков подарил. Ну что ж, как это не странно звучит, но в нашем собачьем шоу победил Виталий Кличко и его кот. Радостно летать, кот. До новых встреч. Радостно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова